Приветствую всех на канале программфикс у микрофона Нэтли. В этом видео я хочу рассказать вам плагине Motion V3 для плавной анимации в Adobe After Effects. Погнали! Ну а для того, чтобы начать работу с данным плагином, для начала нам нужно перейти по ссылке в описании под этим видео на Google Диск и скачать архив с нужными нам файлами. Далее, как мы сделали все вышеперечисленное, мы открываем папку с нужными нам файлами. В открывшемся окне мы видим три папки. Первая папка это macOS, также Windows и TheXP Installer. В папке macOS находится полный установщик плагина для macOS, Windows для Windows. Но первым делом мы открываем TheXP Installer. Запускаем его от имени администратора. Далее нажимаем галочку и нажимаем Install. Нажимаем Close. Далее возвращаемся обратно в PF Motion и открываем папку Windows. Далее мы просто переносим файл motion.zxp в открывшийся TheXP распаковщик. Нажимаем ОК. Далее также нажимаем ОК. Close. Здесь у нас показывается то, что у нас установился для After Effects плагин. Далее мы можем закрывать TheXP Installer. И запускаем файл addcase.rec. Нажимаем Да. Далее ОК. Теперь мы можем открывать Adobe After Effects. Далее как у нас открылся After Effects мы можем закрывать окно Home. Потом мы переходим в окошко Windows. И здесь нажимаем Extensions Motion 3. И у нас открывается такое окно Motion 3.mg. У вас такого не будет. Вам нужно будет ввести код, который находится в папке установщика. Мы открываем папку установщика. Далее заходим в TXT файл. И копируем данный код. И здесь у вас будет такая панелька, где нужно будет ввести данный код. Далее вы нажимаете Activate. И у вас появляется такое окно. Вы его закрепляете где вам угодно. Я закреплю его здесь. И теперь я расскажу в чем преимущество данного плагина. Например, мы создаем композицию. 1920x1080 60 fps. Например, на 5 секунд. И здесь, к примеру, я хочу сделать анимацию камеры, как в прошлом видео. Я делаю скриншот своего экрана. Копирую скриншот в After Effects. И далее переношу его в композицию. Немного изменяю Scale. Далее нажимаю правой кнопкой мыши по свободному месту. И создаю New Camera. Делаю настройки камеры. Нажимаю ОК. Для начала мы переходим в настройки камеры. Нажимаем стрелочку. Далее Camera Options. И здесь я изменяю Zoom. Далее ставлю поинты на таких параметрах, как Point of Interest, Position и Z Rotation. Перехожу к моменту, где мне нужно приближение. Ставлю второй поинт. И полностью редактирую его под себя. Ну и вот я сделал такое расположение камеры. Такая анимация у меня получается. Как вы видите, она получилась довольно-таки неплавная. Вообще неплавная. Я переношу немного Keyframe Z Rotation левее. И также выделяю все Keyframe и нажимаю клавишу F9. Тем самым они становятся более плавными. Ну и еще более кривыми. Теперь каждый элемент нам нужно сделать более плавным. Нажимаю на Point of Interest. И далее нажимаю на пустой окно в плагине Motion V3. И здесь я могу настраивать полностью его анимацию. Например, я хочу сделать вот такую вот анимацию. И также я сделаю более плавным анимацию позиции. Для этого мы нажимаем на Position. И здесь мы нажимаем на ползунок, который находится на 64. И у нас автоматически применяется анимация к позиции. Также Z Rotation. Нажимаем на Z Rotation. И также ставим 64. И вот наша анимация уже выглядит намного плавнее. А теперь я хочу объяснить, почему этот флагин удобнее, чем обычная анимация по Keyframe. Раньше мы делали так. Переходили в Graphic Editor. Здесь выставляли значение Edit Speed Graph. И анимировали вот эти Keyframe. Теперь же это делается всего лишь в 2 клика. Это намного упрощает монтаж в After Effects. И при этом делает ваши работы качественнее. Потому что вы умудряетесь сделать полностью одинаковые анимации. Нежели вы где-то могли не дотянуть график. Или наоборот перетянуть. Ну а я надеюсь, вам это видео понравилось. Вы конечно же поставите лайк. Подпишитесь на канал. Не забывайте про колокольчик. Также оставляйте свои божественные комментарии. Извиняюсь, что видос опять выходит так долго. Случился некий форс-мажор. И я его опишу в своей группе во Вконтакте. Кому интересно, тут посмотрят. Еще раз всем спасибо. И всем пока.